Итак, пришло время рассмотреть гребешок, то есть куполу и макулу. Гребешок полукружных канальцев и макулу, расположенные в маточке и мешочке. Итак, как мы уже сказали, вестибулярный аппарат у нас находится в костном лабиринте внутреннего уха и состоит он из трех полукружных каналов и атолитового аппарата, который расположен у нас в маточке и мешочке. Итак, рецепторы полукружных каналов, вот пример этого рецептора, они у нас воспринимают ускорение угловое, а рецепторы атолитового аппарата воспринимают линейное ускорение и силу тяжести, то есть они определяют положение головы в пространстве. Итак, в области атолитового аппарата и в полукружных каналах вблизи так называемых ампул, вот она эта ампула, это расширение об основании полукружного канала, там у нас расположен и там, и там расположен сенсорный эпителий. Он покрыт желеобразной массой, вот этот холм, гребешок желеобразной массы и вот этот слой желеобразной массы. В макулах, в этой желеобразной массе находятся у нас отложения карбоната кальция, вот они, атолиты, кристаллы карбоната кальция. В полукружных каналах в желеобразной массе нет этих кристаллов, она просто представляет из собой листовидную мембрану. Оба этих типов клеток, они имеют у нас судно-игроскопические волоски, реснички, которые называются волосковыми клетками, вот они, волосковые клетки, вот эти волосковые клетки. Под ними их колебания, от них воспринимают рецепторные клетки, вот они, эти рецепторные клетки. Рецепторные клетки укреплены у нас в опорных клетках, то есть между ними находятся опорные клетки. А сигнал от рецепторных клеток уходит у нас по нервному волокну. Поскольку у нас реснички погружены в желеобразную массу, то при движении этой желеобразной массы они отклоняются, и это и является стимулом для рецептора. Атолитовая мембрана, которая у нас содержит кристаллы кальция, она имеет существенно больший удельный вес, чем эндолимфа, которая заполняет внутреннюю часть маточки и мешочка. Если орган у нас подвергается действию линейного ускорения, то сила инерции, которая у нас действует на эндолимфу и атолитовую мембрану, она различна, так как различна их плотность. И таким образом весь атолитовый аппарат у нас очень легко скользит по инерции, по сенсорному эпителию. В результате у нас реснички отклоняются, и рецепторы получают у нас адекватный сигнал, адекватный стимул. То есть макулы у нас постоянно подвергаются действию силы тяжести. То есть когда у нас голова находится в нормальном положении, то макула у нас расположена почти горизонтально, так что атолитовая мембрана, она не прикладывает усилия сдвига по сенсорному эпителию. Когда голова наклоняется, макула у нас оказывается расположена под углом, и тяжелая атолитовая мембрана, она соскальзывает на небольшое расстояние, и соответственно реснички изгибаются, и происходит стимуляция рецептора. Реснички наклоняются, происходит стимуляция рецептора, и в зависимости от направления наклона изменяется частота сигнала, изменяется сила сигнала. При любом изменении положения головы, каждая из атолитовых мембран у нас занимает определенное положение, и тогда организм у нас получает информацию о положении головы в пространстве. Это то, что касается силы тяжести. Немного другой механизм у нас работает в полукружных канальцах. Полукружные канальцы у нас находятся в трех плоскостях, как положено, x, y, z. Соответственно, когда у нас изменяется угловое искорение, у нас изменяется скорость движения эндолимфы в полукружных канальцах, и, соответственно, происходит движение гребешков в купол в пространстве и стимуляция волосков. Изменяется сигнал рецептора. В зависимости от того, в каком направлении происходит движение человека в пространстве, угловое ускорение в каком направлении изменяется, соответственно, гребешок того полукружного канальца и реагирует. И так наш мозг получает сигнал о изменении углового ускорения, то есть движении человека, например, при вращении вокруг своей оси. И вот у нас пример работы как раз-таки вестибулярного аппарата, собственно, в полукружных каналах. То есть вот у нас на примере гимнастки, балерины, неважно. Вот у нас гребешки, куполы в ампулах вестибулярных полукружных каналов, в нормальном состоянии, в состоянии покоя. Вот как выглядит наш полукружный, наш гребешок. Движение эндолимфы не искривляет слизистого купола, купола-купулы. И, соответственно, не происходит возбуждение нервных рецепторных клеток и передача нервного импульса. При вращении гимнастки вокруг своей оси срабатывает, изменяется скорость движения, изменяется угловое ускорение, изменяется скорость движения эндолимфы в полукружных каналах. И искривляется купол-купулы, происходит активация рецепторных клеток и передается сигнал об изменении положения тела в пространстве. Рецептор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова